В прямом эфире репортера новости в студии Алексей Майоров. Здравствуйте. Председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил об отставке на сегодняшнем брифинге возле Мурвокзала. Губернатор обвинил Порошенко в закрытии центра админуслуг, а последней каплей для него стали Е-декларации. Во время своего выступления политик несколько раз повторил, что устало ему все надоело. В этих условиях, если честно, для меня последней каплей стали эти электронные декларации. Когда я вижу эти обнаглевшие рожи, нет большого слова, которые и здесь, и по всей Украине заявляют нагло, что у них есть миллиарды только в наличностях. И еще получать социальную помощь от государства, от тех пенсионеров, которые просто дрожащими руками последние копейки собирают, чтобы не погибнуть с голодом. И в это время, единственное, что я вижу, что ни один порядочный чиновник, который начал по новому действительно работать. И какая разница украинцам, кто будет к ним наплевательски относиться? Порошенко или Янукович? Какая разница для украинцев? Кто их будет грабить? Инакевский или Каноненко? Какая разница для украинцев? Кто будет все себе присваивать? Какой-то Ковальчук или Клюев? Также я отмечу, что ранее отправился в отставку глава областной полиции Георгий Лорд-Кипанидзе. Он прокомментировал свое решение нехваткой кадров и заявил, что полиции нужна новая кровь. Ну и стоит отметить, что исполнять обязанности начальника областной полиции будет заместитель Лорд-Кипанидзе Вадим Могила. Перейдем к другим новостям. Сегодня с утра жители поселка Котовского стояли в многочасовых пробках из-за ДТП, которое случилось на Николаевской дороге в районе Сортировочной. По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель Хиндая, который не справился с управлением на мокрой дороге. Иномарку выбросил на встречную полосу, где произошло столкновение с вазом. Тем временем водитель Тойоты пытался избежать удара и резко ушел вправо. В итоге столкнулся с Ниссаном. В результате аварии водитель ваза получил телесные повреждения. Движение транспорта в районе Пересопского моста частично перекроют с 20 ноября. Перекрытие связано с проведением работ по прокладке дополнительной трамвайной линии, которая соединит поселок Котовского с железнодорожным вокзалом. Работы обещают закончить до конца года, если не помешают погодные условия. Учитывая, что сейчас активно идут работы по окружной дороге и учитывая, что есть возможность не перекрывать дорогу и дорожное движение у Пересопских мостов, подряд организация вместе с департаментом и управлением дорожного хозяйства, принято решение о переносе перекрытия, частичного, подчеркиваю, перекрытия до 20 ноября. То есть до 20 ноября организация дорожного движения в районе Пересопских москов перекрываться не будет. Также в ходе аппаратного совещания Горсовета был поднят вопрос о скандальной стройке рядом с одной из достопримечательностей Одессы, так называемым домом-стеной в Воронцовском переулке. По словам вице-мэра Вячеслава Шандрака, на данный момент идет согласование границ земельного участка, а на следующей сессии депутаты рассмотрят вопрос землеотвода. Пока же забор возле дома-стены завесят баннером. Поговорим немного о спорте. Одесский черноморец устоял в матче с одним из лидеров чемпионата Луганской зарей, а во дворце спорта спустя 20 лет масштабным ледовым шоу открылся каток. Все подробности в блоке «Спорт-репортер». В Одессу спустя 20 лет вернулся большой лед. Каток стандартных размеров открылся во дворце спорта масштабным ледовым рок-шоу, посвященным 40-летию школы фигурного катания «Льдинка». Более 300 воспитанников, призеры чемпионатов Европы и мира, а также приглашенные звезды мирового масштаба в сопровождении симфонического оркестра «Харди» подарили полному залу зрителей настоящий праздник. Специально на открытии США прилетели олимпийский чемпион Виктор Петренко, бронзовый призер Олимпиады в Турине Руслан Гончаров и чемпион Европы Вячеслав Загороднюк. Все они сейчас занимаются тренерской деятельностью и теперь в Одессе ожидаются их мастер-классы. Очень приятно сейчас находиться в этом здании, потому что это навевает мои детские воспоминания. Я помню 75-й год, когда я, будучи таким маленьким, открывал этот каток. И сейчас это возвращение потрясающее теплое, радостное чувство. Хочется пожелать, чтобы этот лед теперь всегда был заморожен и никогда не растаяло. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие в возрождении этого мероприятия и вообще в целом льдинки. Днем рождения, льдинка! Это суперсобытие для нашего города. Наконец-то мы успели лицезреть то, что здесь сегодня происходило. Это количество детей, это сумасшедшие родители, которые хотят из своих детей видеть естественных чемпионов. Это то, что посмотрите, какое огромное желание. Это целый праздник сегодня. Я, честно говоря, сюда летел из-за океана. Я не ожидал, что до такой степени это может быть. Очень мне приятно. Очень я хочу поблагодарить всех организаторов, участников, детей, родителей, тренеров, которые сегодня это за один день и делаются. Да, хотелось, если будет приглашение, хотелось приезжать с мастер-классами в Одессу и как-то организовывать. Мы говорили вчера с Германом, чтобы, может, каких-то подающих надежды ребят присылать к нам на сборы в Соединенные Штаты Америки, к Виктору, ко мне. Может быть, да, и над этим будем рассматривать какие-то шоу. В данный момент я сейчас буду организовать шоу на Филиппинах. Последним участником Олимпиады из Одессы стал Яков Годорожа в Сочи. Завершить карьеру ему пришлось из-за того, что уходили большие средства на переезды в другие города для тренировок на конке стандартных размеров. Теперь молодые воспитанники могут полноценно тренироваться в Одессе. Это, конечно, счастье для Одессы. И видеть стандартный лед. 20 лет назад я реально на нем стоял, когда меня отдали на спорт. Это, конечно, такая ностальгия, такие воспоминания, очень приятно. Желаю всем, конечно, удачи, всем спортсменам, чтобы были, конечно, высоты. Ледовая арена в Одессе стала одной из самых вместительных в Украине. На открытии присутствовали заместитель министра спорта Украины и руководство Федерации фигурного катания. Это грандиозный прорыв, в общем-то, в развитии спорта. Я не хочу сказать, что в развитии только фигурного катания. Я думаю, что здесь планируется и шартрек, может быть, будет и хоккей, и фигурное катание. Я надеюсь, займет большую часть времени. По своему уровню здесь можно проводить самые высокие соревнования, как было в прошлые времена. Проводили чемпионаты СССР и международные соревнования. Я могу сказать не для рекламы, а для информации, что 2, 3, 4 декабря мы здесь планируем уже кубок, третий этап Кубка Украины среди детей младшего возраста. Я обещаю через 4 года чемпиона мира или чемпиона Европы подарить Одессе. Это я обещаю. Я ни капельки не жалею, ни одной копейки денег. И мне кажется, что я еще не довложил, чтобы было детям лучше и уютнее, и чтобы мне столько спасибо не говорили никогда. Также открытие арены – большой шаг для одесского хоккея. Здесь будут тренироваться и взрослые дети, а также пройдет чемпионат города среди любителей. Я уже рада, что открыли этот уже большой лед, что уже наконец-то будут хоккеисты кататься, будет больше мест, чтобы играть. Хоккеисты, морские волки – все рады. На этом пока все. Оставайтесь с репортером и до скорой встречи.